Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 19 июля, Православная Церковь совершает праздник в честь Собора Радонежских Святых. Преподобный Сергий Радонежский, его ученики и собеседники обогатили Русскую и Вселенскую Церковь новым богословским и литургическим ведением и ведением живоначальной Троицы, начала и источника жизни, являющей себя миру и человеку в соборности Церкви, братском единении и жертвенно-искупительной любви ее пастыри и чад, «Духовным символом собирания Руси в единстве и любви исторического подвига народа стал храм живоначальной Троицы, воздвигнутый преподобным Сергием, чтобы постоянным взиранием на ее побеждался страх ненавистной розни мира сего. Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. В Троице живоначальной преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество, потому что в Троице, как нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется соборность, а в Троице, как неслиянной, осуждается иго и благословляется свобода». В учении преподобного Сергия о Пресвятой Троице русский народ глубоко чувствовал свое кафолическое вселенское призвание и, постигнув всемирное значение праздника, народ украсил его всем многообразием и богатством древнего национального обычая и народной поэзии. Весь духовный опыт и духовное устремление русской церкви воплотились в литургическом творчестве праздника Святой Троицы. Троицких церковных обрядов, икон Святой Троицы, храмов и обителей ее имени. Притворением богословского ведения преподобного Сергия стала чудотворная икона живоначальной Троицы преподобного Андрея Радонежского, прозванием Рублева, инока, иконописца, постриженника Троицкой Сергиевой обители, написанная по благословению преподобного Никона в похвалу святому Авве Сергию. На Стоглавом соборе 1551 года эта икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы. Ненавистная рознь, раздоры и смятение мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насажденным преподобным Сергием по всей Руси. У людей не было бы разделения, раздоров и войн, если бы человеческая природа, созданная Творцом по образу божественного Треединства, не была искажена и раздроблена первородным грехом, преодолевая своим сораспятием Спасителю грех особности и разделения, отвергаясь своего и себя, иноки-общежительники по учению святого Василия Великого восстанавливают первозданное единство и святость человеческой природы. Обитель преподобного Сергия стала для русской церкви образцом такого восстановления и возрождения. В ней воспитались святые иноки, пронесшие затем начертание истинного пути Христова в отдаленные пределы. Во всех своих трудах и деяниях преподобный Сергий и его ученики воцерковляли жизнь, давая народу живой пример возможности этого, не отрекаясь от земного, но преображая его, они звали восходить и сами восходили к небесному. Школа преподобного Сергия через обители, основанные им его учениками и учениками его учеников, охватывает все пространство русской земли и проходит через всю дальнейшую историю русской церкви. Четвертая часть всех русских монастырей – твердынь веры, благочестий и просвещения, основана Аввой Сергием и его учениками. Игуменом русской земли назвал народ основателя дома живоначальной Троицы. Преподобные Никон и Михей Радонежский, Сильвестр Обнорский, Стефан Махричский и Авраамий Чухломский, Афанасий Серпуховской и Никита Боровский, Федор Симоновский и Ферапонт Можайский, Андроник Московский и Савва Старожевский, Дмитрий Прилудский и Кирилл Белозерский – все они были ученики и собеседники чудного старца Сергия. Святители Алексий и Киприан, митрополиты Московский, Дионисий архиепископ Суздальский и Стефан епископ Пермский состояли с ним в духовном общении. Патриархи Константинопольские Калисти и Филофей писали к нему послания и посылали свое благословение. Через преподобных Никиту и Пафнутия Боровских идет духовная преемственность к преподобному Иосифу Володскому и дружине его учеников через Кирилла Белозерского к Нилу Сорскому, к Герману, Савватию и Зосеме Соловецким. Таковыми были молитвенные подвиги и просветительские труды радонежских святых. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Сесоя Великого, преподобного Сесоя Схимника Печерского в Дальних пещерах. Празднуется обретение мощей праведной девы и улении, княгини Альшанской, мучеников Марина, Марфы, Авдефакса, Аввакума, Кирина, Валентина, Пресвитера, Астерия и иных многих в Риме, мучеников Исавра Диакона, Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Каинта Фригийского, мученицы Луки и Девы и Снею, мучеников Рикса, Антония Лукиана и Сидора, Диона, Деодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура, а также новомучеников и исповедников российских, преподобномученика Ефимия Любовичева, преподобномученика Феодора Богоявленского. Совершается празднование Богородско-Уфимской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok